Всем привет, друзья! С вами Skyward и сегодня мы поговорим о клоне такого механического мода, как Hegerman 2700 от компании Porsche Mods. Погнали! Приходит наш механический мод вот в таком вот пластиковом тубусе с наклеечкой. Это у нас, конечно же, клон данного устройства. Давайте посмотрим, как все это дело у нас выглядит. Мехмодец выглядит следующим образом. То есть гравировки на трубе действительно достаточно неплохие. Гравировка на кнопке чуть менее похожа на то, как она должна выглядеть, но в принципе все тоже неплохо. Как вы видите, мехмод был изначально черный, но китайская краска оставляет желать лучшего. Я проходил с ней где-то пару дней, потом она начала вздуваться, отваливаться. Можете заметить, что немножечко краски осталось вот здесь. И, собственно, потом она начала сильно пузыриться, прям сыпаться, оставаться на руках. И я решил, что лучше ее снять, потому что латунный мехмод с черными гравировками выглядит намного лучше. Собственно, что? Здесь вот у нас есть гравировки с таким вот черепом. Также есть несколько прорезей. Гравировка пурш. Также здесь вот такие вот насечки в виде ромбов. Похожие насечки только в другом направлении у нас имеются на кнопке. И здесь насечки более глубокие. Подгонка кнопки, честно скажу, не самая лучшая. То есть видите, что кнопка болтается, но на самом деле работает все это неплохо. Мехмод у нас состоит из трех частей. Если не брать за отдельные части, пин и толкатель. То есть это вот такая вот массивная кнопка с очень длинной резьбой. И вот такой вот стакан с более крупной и более короткой резьбой. Соответственно, вот эту вот часть стакана мы видим через наши прорези. И менять аккумулятор удобнее, выкручивая именно вот эту вот часть стакана. Также внутри у нас лежит вот такой вот пластиковый адаптер под аккумуляторы 18650, который у нас также выступает проставкой для постоянного контакта. Может выступать точнее. Изначально конструкции это не предусмотрено. Но, собственно, наверное, многие уже догадались, как его можно использовать. Пин. Пин изначально у нас типа посеребреный. Но скажу вам, что это серебро какое-то непонятное. И с этим серебром пин очень-очень сильно обгорает. Как видите, серебро по кругу у меня снято. Надо будет потом снять вот эту вот серебряную точку в центре. Потому что, когда это серебро не снято, пин жестко обгорает по кругу. Хотя никакого нагара вот здесь вот не остается. Что достаточно странно. Давайте посмотрим, как у нас выглядит кнопка изнутри. Соответственно, вот так вот она выглядит. Четыре отверстия для вывода газов. Вот такая вот массивная кнопка с большим магнитом. Два малых магнита установлены вот там в углублении внутри. Нажатие в меру тугое. То есть магниты достаточно неплохие. Нажатие меня здесь полностью устраивает. И на верхней части нашего механического мода есть гравировка с названием и серийным номером. Изначально данный мод рассчитан под аккумуляторы 2700. То есть с аккумуляторами 2700 он работает без вот этого стакана. А с вот этим вот стаканом в данном моде используются обычные стандартные аккумуляторы 18650. Накрутил я сюда уже дрипку. И давайте посмотрим, как использовать данный адаптер как проставку для постоянного контакта. Собственно мы берем наш адаптер, вставляем в него аккумулятор. В принципе без разницы какой частью, куда. Но давайте поставим плюсом вниз. Потому что вот эти вот отверстия у нас будут снизу. И отверстия на кнопке для вывода газов тоже имеются. Что мы делаем дальше? Дальше мы до упора вот таким вот образом закручиваем нашу кнопочку. Видите, что не особо плотно я закрутил кнопку. Выкрутилась у нас ее нажимная часть. Дотягиваем ее. Дальше вставляем внутрь наш адаптер. И закручиваем все это дело. Есть небольшой люфт влево и вправо. Но вверх и вниз особого люфта нет. Трясется аккумулятор именно когда трясешь мод влево-вправо. Как вы видите все работает. Так что давайте поднимемся наверх. Понаваливаем и поговорим о данном механическом моде чуть более подробно. Как вы видите с кондуктивностью у данного механического мода нет абсолютно никаких проблем. Жарит мехмод прекрасно. Сразу скажу, что мне нравится вес данного мехмода. Мехмод очень увесистый. То есть весит он порядка 500, по-моему 600 грамм. Реально увесистая, тяжелая штука. Нажатие в меру тугое. То есть достаточно приятно все это дело нажимается. Единственное, что ход не самый длинный. Именно с адаптером. То есть если не использовать адаптер как проставку. То есть перевернуть его. Ход станет подлиннее. Сейчас вот... Сейчас ход достаточно короткий. Но если честно меня это не сильно смущает. Диаметр данного мода 28 по-моему миллиметров. Посадочное место 25 миллиметров. То есть видите, что атомайзер сидит здесь не совсем ровно. Вот здесь есть небольшая фасочка. Но если честно мехмод очень массивный. И это не особо заметно. Сразу скажу, что не стоит обращать внимание на крашенные варианты. Если вы изначально не готовы его перекрашивать. Стоит обратить внимание на чисто латунные варианты. Такая возможность имеется. Потому что краска реально не самая лучшая. Как и у большинства китайских клонов. В остальном мехмод отличный. То есть в плане жарева, в плане удобства обслуживания. Также из-за наличия постоянного контакта. Не подойдет данный мод тем, кто любит легкие сетапы. Это однозначно. Потому что вместе с аккумулятором, с дрипкой, мехмод реально очень увесистый. Но для тех, кто любит тяжелые сетапы, подобное устройство станет отличным выбором. Также хотелось выразить слова благодарности сайту Megabuzz за предоставленное устройство. За то, что дали возможность вам о нем рассказать. Также ребята сейчас более плотно, скажем так, занимаются своим сайтом. Поэтому при первой регистрации у них сейчас 10% скидка и 5% кэшбэк. В дальнейшем 5% скидка, 5% кэшбэк. Это именно при заказе через сайт. Также с определенных сумм там есть всякие ништяки. Типа бесплатной доставки или небольших приятных бонусов к заказу. Соответственно, ссылочку я оставлю в описании. Там вы с этой информацией сможете дополнительно ознакомиться. Поэтому через сайт у ребят заказывать реально выгодно. Как вы могли понять, мехмод мне понравился. Не скажу, что это прям 10 из 10 лучший вообще вариант. У него есть определенные косяки по типу не совсем плотной подгонки кнопки. Для кого-то короткого хода кнопки. Покраска также оставляет желать лучшего. Но, соответственно, если избавиться от краски, это реально неплохой вариант для любителей тяжелых механических модов. А на этом все. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой инстаграм и на мою группу вконтакте. Ссылочку также вы найдете в описании под этим роликом. С вами был Skyward. Всем пока.